Давай, вошли и вышли. Приключение на 20 минут. Шесть дней спустя. А где мы? Белоруссия. Мы зашли в кафешку. И это какая-то кафешка-библиотека, оказывается. Ё-моё! Интересно, конечно. Судя по всему, тут можно просто взять книжку или нет? Все написано везде на корейском. Ничего не понятно. Забавная ситуация. Я заказала органик грин-ти. Мне бедная девчушка совсем не знала, что такое органик грин-ти. Хотя это ее собственное именю. И она просто сделала black tea. Black tea. Ничего. Зато здесь очень мило. Тебе нравится? Да какой-то такой уставший. Здесь только начался. Ура. Корейское метро. Едем в горы. А о том, как мы ориентировались. В Корее есть несколько местных приложений для навигации, сабвей для метро, а местный аналог Google карты это Nevermap и Kakaoma. Google карты, конечно, тоже открываются, но в местных приложениях более свежая и точная информация. Например, указывается точное время, когда придет метро. Чего в Google картах нет. Там даже намечены тропы, что очень помогло нам, когда мы спускались с горы. Все говорят, что корейское метро какое-то очень непонятное. Но мы с мамой идем и просто не понимаем, что какой-то особый вид людей, которые блудятся в трех соснах. Просто на каждом шагу навигация. Вот, нам нужна четвертая веточка, голубую. Голубенький кружочек с четверкой, стрелочка вниз. Идите вниз по лестнице. Одна лестница, и мы идем вниз. Нам просто, может, еще повезло, что мы были только на хороших станциях. Ну, именно пересадки с ветки на ветку. Но пока что каких-то проблем не было. Ну вот, четыре. Опаньки, мы на месте. Идем к столбу. Смотрим, на какую станцию нам надо. Туда одно, туда другое. Нам куда? На Тандемун? Нам на Тандемун. Нет, это от Тандемуна на Чонг-Мо. А нам нужно к Тандемуну. Подожди, мы на Тандемуну. Я понимаю. Нет, вот да. Вот мы здесь. А нам нужно сюда. Все правильно. Значит, туда. Все. Изи-бизи. Или не изи-бизи. Нам на Тандемун. Мы на Тандемун History and Culture Park. А нам нужно просто нахо... Вот. Господи, что непонятного? Вот, если что, у нас приложение Nevermap показывает, на каких станциях нужно выходить. Входим, да, на какой станции? Санчин. А, на женском университете мы выходим, пересаживаемся на ветку цвета какашки. Будет желтый. 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 Невероятно. В общем, все понятно. Удивительная рядом. Это я. Мама на первом месте. Второй по-удивительности, что тут метро с подогревом сиденья. Приятно сидеть там. Музыка играет. А еще тут есть места для багажа. Если вдруг там сейчас пика, а у тебя сумка, которая расталкивает троих людей. Можешь положить его сюда? Главное не забыть, потому что я бы там всегда забывала о том, что помещи этот вагон еще. Думаю, стоит упомянуть, что в каждом вагоне есть вот такой вот экранчик. Он может выглядеть по-разному, потому что вагоны, собственно, разные. Бывают просто старые вагоны. Но в каждом будет что-то, что покажет на какой-то станции и какая следующая. Вот нам на какую-то говняно-желтую ветку. Вон, я вижу какой-то говняно-желтый указатель. Ой, а то какой-то, видишь, тут не цифра, а тут какая-то обозначалка. Не стоит пугаться, просто в Корее некоторые ветки названы цифрами, а некоторые ветки названы буквами. Поэтому обращаем внимание не только на цвет ветки, но и на ее название. На выходе из метро даже есть такие вот обозначители, где нужно стоять, чтобы зайти, где нужно стоять, чтобы уходить. Везде есть указатели на какой-то станции, куда-то там должны ехать. А это я. Думаю, пора рассказать, куда мы все-таки направляемся. В этот день мы с мамой решили отправиться на гору Букхасан. И конкретно наш маршрут был вот таким. Мы решили, что просто доедем до конечки на метро, а оттуда уже найдем ближайший путь на гору. Однако вы можете так не делать, а наоборот спланировать маршрут заранее. Не делайте как мы. Блин, тут так аутентичненько. Найс. Мы пытаемся найти вход на эту Букхасан. Вообще, на самом деле, мы вот видим чувачков с рюкзачками. Они явно идут в гору. Я вижу горку. Мама, хочу на горку. Хочу почувствовать корейские детские площадки. Чисто в целях эксперимента. Я счастлива. Пошли. Корейские квартирки. Покупаем. Мы нашли какую-то тропу и нашли какую-то дорогу, где она выполнена будто из каких-то старых шин. То есть, ну, это какая-то резина. Возможно, я не удивлюсь, если это реально старый. Ну, вот, 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 мне кажется, это вот это точно шина. Вот это точно шина. То есть, они, как повторное производство, берут какие-то шины. Вот тут музыка идет. Мама, ну, почему мы так не идем? Что это? Это что, опять обдувайка для ног? Это обдувайка для ног. Мы дошли до какой-то тропы. Уже устали. А мы только нашли. Только начало тропы. Не упадать. Мы думали, что мы нашли путь в гору, а мы даже не дошли до горы на самом деле. Как я уже упоминала ранее, мы с мамой просто доехали до конечки на метро и нашли первую попавшуюся тропу. Однако лучше так не делать и продумать заранее этот момент. Потому что здесь у троп есть градация сложности. И так получилось, что там, где мы с мамой были, был только средний уровень сложности. А средний уровень сложности по корейским меркам, это, ну, увидите дальше. Корейцы, наверное, забираются сюда каждый день, поэтому им легко. Большой камень. А нам очень трудно. Мы еще оделись, думали, что будет как вчера. Холодно, а очень душно. Очень жарко. Пока 8, господи. У меня есть интернет? Нет. У меня есть камера, на которой я записываю последние секунды нашей жизни. Мы пришли к подножью горы. Люди сюда доезжают. Мы сюда шли пешком, потому что у нас нет машины, а сюда вроде как ничего не ездят. И опять же, мы ошиблись, потому что на самом деле можно было взять такси и, возможно, даже ездит какой-то мини-транспорт. Но надо было узнать этот момент заранее. Кытя, какая-то горная Кытя убежала от меня. Горная Кытя. Горная Кытя, вон она. Вон горная Кытя. Я тебя заметила. Горная Кытя. Ой, а вначале так пугался. Да. Еще один кот. Боже, их тут много. О, там какой-то чувак прям разминается. Можно купить водички. Куча людей. Вот как они сюда пришли? Вот как они сюда пришли? Вот мы пешим путем. А вы если будете, возьмите такси. Такси до центра. Вы смотрите, туристический информационный центр. Это только начало горы. Вы можете там сразу такси. Сразу такси много стоит. Если идете от метро до... Да, если вы своим ходом от метро, надо сразу брать такси. Такси так много стоит. Чего ты там не подумала? Да. Мы думали, что гора уже начинается сейчас. Нет, ты идешь вдоль дороги сто лет. В гору. И только сейчас начинается гора и интересные приключения. Так что не совершайте наших ошибок. Мы нашли памятный знак. И тут написано, что человек очень любит горы. Наверное. А здесь... Здесь напоминание, что каждый... Да. Не забывайте делать разминку, иначе вы умрете. Дорожка очень натурал. Но, тем не менее, это дорожка. Они как на Ипетре. Просто груда камней. Есть вот заборчик. И путь. Путь в гору. Нелегок. По дороге куча таких больших камней, на которых можно сесть и посидеть. Мам, не стой. Давай мы сядем на камень и вот тут посиди. Самое забавное, что даже здесь ловит связь. Пёсик. Пёсик. Вид amazing. Просто, если бы ещё не туман, я представляю, какая красотень была бы. На камере, конечно, не так вообще... Вообще не передаётся. Блин. Жалко. А нам ещё пелякать и пелякать. Господи, мать, а тетя. Аудио этого видео будет, как я сложно дышу. В живую, в 500 раз красивше. В миллиард. А, да-да, всё ещё в гору. Моя вторая попытка открыть этот онигири. Это как большой плавленый сырок. Нет, нет, это рис, обёрнутый в нори, а внутри ещё мяско такое. Ну, любая начинка может быть. Да, никакой. А, вот так. Тянешь с одной стороны. Закрываешь. Тянешь с другой стороны. Оно сделано так, чтобы нори с рисом не соприкасалось. И ты когда снимаешь... То есть между нори и рисом вот эта плёнка, и ты вот снимаешь эту плёнку... На каждом шагу какие-то вывески. Путь для слабаков. На каждом шагу какие-то вот памятки о том, что пожары, аккуратно пожары. Не забывайте разминаться. Не забывайте, как делать искусственное дыхание. И просто не забывайте что-то, неизвестно что, потому что дубляжа на английском здесь нет. Какая-то гора из камней. И я хочу внести свой... А куда я его внесу здесь? Я его уже не внесу. А я найду маленький камень. Ну вот. Перфект. Пройдя путь, усыпанный цветами прекрасными, мы добрались до вершины. Ну что? Что? Красоты, красоты. Оп. Упал, умер. Ну знаете, что я вам скажу? Забравшись на эту гору, почувствовав этот экспириенс, я все равно скажу, что каверы бегать и снимать намного труднее, понимаете? Слава богу, я снимала несколько каверов, поэтому натренировала собираться на горы. Ладно, я уже всем сказала, что мы добрались до вершины. Это если вдруг мы передумаем добираться до вершины, я вставлю тот кусок последним. Путь тернист на целесветлый. Путь тернист на целесветлый. Но я вообще хотела сказать, что это не самый сложный, не самый легкий. Это средний путь. Это средний. Путь считается, господи. Что же тогда хард? Говорится, слева горы и справа горы. А вдали горы. На финишной прямой. И тут уже просто адский левел. И это не хард, это не хард. Мы шли наугад, то есть мы вышли со станции метро и нашли ближайший заход на гору. И то это оказался не заход на гору, это заход к туристическому центру информационному. А заход на гору через три километра был. Фу. И то мы... И мы пришли уже, три километра прочухали и поняли, что тут только вот этот средний уровень сложности в горах. И вот это последний уровень. Я обосралась со мной на начале. Надеюсь, эти перилки... Ай, не зря они железные. Там такие внизу деревянные, даже не перилки, просто, наверное, для красоты. А вот это уже себя... Тащить этим надо. Да ты героиня, мама! Я куда-то забралась, на якийсь камень. Ну, вон туда. Гора там, а я тут. Ля-ля-ля. Ля-ля-ля. Вот мы точно теперь на вершине. Везумие. Да, это вершина. Нет, дальше путь наверх тоже есть. Да. Ах, ну что, скажу, что тут фоточку я тоже хочу. Мы на вершине. Та-та-та-та! Довольны, уставшие, довольны. Ну, я довольна. Какие-то японочки тоже пришли, такие, тада-та! Ура, наконец-то мы добрались до этой вершины. Я сюда шла три года. Или как этот, какой-то американец шёл вниз и такой, мои ступни мне этого не просят. Я виду, я виду, я виду, я виду. Хоп-хоп. Мы идём на снижение и нашли какой-то самый убогий вэй. Мужчина, который поднимался, сказал, что это a little bit harder. Я думаю, там, где перила. Надо идти там, где перила, мам. Там, где перила, просто ответный стоп. Без ступенек? Нет. На этом моменте нам стоило задуматься, а туда ли мы идём? Но этот вариант, видимо, не для нас. А, ага. Я ему тоже сказала, мам. Он спросил, а вот этот путь, по которому вы прошли, он проще? Я говорю, ну, не такой, ну, не такой сложный, но... Нет, я имею в виду, что там вообще лестница была. А у нас тут даже лестницы нет. Вниз, в любом из вариантов, легче, чем вверх. Да, он бы сказал, туда нет пути. А так он сказал, это a little bit hard way. Don't worry, be happy. Будь, ты вообще счастливая стала. Не, да, а то... Не ёба назад иду. Вообще на изи. Не, ну спускаться, конечно. Вот тут ступеньки. Из корней деревьев как-то сделаны. Не знаю, как-то так получилось, но вон они... Ну тут туристы всё время голодно. Как раз в этом месте кушать хотят. Больше всего. Ну, видимо, они вот это сделали. Или ты. Я моргнула. Ну, я чуть-чуть куснула, пока ты не видела. Нам сказали, что это a little bit hard. Я всё ещё не уверена, что это правильный путь. Но кто-то сюда эту верёвку повесил. То есть предполагается, что туда надо пойти. Камень. Изи вэй, он сказал. Какой вэй? Тут нет вэй. Как он сюда пришёл? Ну, он сюда как-то пришёл. Неужели он лазил там? Мне страшно, потому что вот тут скользит. Ё-моё, как красиво. Думаю, тут надо отметить, что я была в довольно скользких кроссовках, в отличие, наверное, от того паренька, который сказал, что сюда можно идти. Как он? Мать святая, боже мой. Я чуть споткнулась. Вот так вот и лишаются жизни. Ну, не самый плохой способ самоубийства на самом деле. Мы встретили корейцев, которые сказали, что там путь несложный. Ну, давай, ликинь, либо ты, либо ты. Дали нам шоколадку, сказали, идите вперёд. Просто идите вперёд. Поэтому пошли мы вперёд. Боже. Нет, это очень красиво, но мне так страшно. Вы бы знали, вы бы знали. Знаете, после того, как мне дали шоколадку, уже не так страшно. А-а-а. Мама, не так... Я смотрю под ноги. Я смотрю под ноги. Я так иду медленно. Господи, ты бы знала, как мне страшно. Чувак сказал, a little bit hard. A little bit. A little bit. I have today. Съедим шоколадку. Всё, мы съедим шоколадку и пойдём. Блин, сейчас я, наверное, положу телефон в сумку. Of course. Двумя лапами держись. Так, извините, у меня в одной лапе сумка. Ну, на плечо её. Чтобы туда не вывалилось ничего. Да пёс с ней пусть вываливается. Это было очень легко. Добрые, добрые, добрые корейцы дали нам шоколадку. Никогда не верьте, что они не дружелюбные. Очень дружелюбные. Очень дружелюбные. Вкусная шоколадка. Очень вкусная. А ещё она халявная. Поэтому очень. Мы выжили. Мы выжили. Наели шоколады, довольные. Идём искать новые приключения. Мать-я-тя-тя, вот это уже не совсем. Little bit. Что-то всё скатываться, что ли? Не-не-не, вот-вот-вот. А, фу, боже. Little bit hard. О, боже. Little bit hard. Чтоб ты срався. Тут, возможно, что-то было, потому что вот плитка сюда запёрся. Что мы на горе? Виды, конечно, невероятные. Невероятные. Вон там, нас. Не видишь, в тумане? Мы были вот на этой, вот на этой горе. Вот тут. Вот здесь. А теперь мы тут. Ля-ля-ли-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Пошли. Мы снова на какой-то скале. Я же не останавливаюсь. Мать-я-тя-тя. Мы в какой-то залубе. Пустотесно скал. Мать-я-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Изя, бой. Где только одно рано. В этом всём пути. То есть, ты встречаются вот такие столбики. Это означает только одно столб. Мы не заблудились в этом сраном лесу. Солнышко! Какой-то храм в карамере карты показывает. Мама говорит, что это место силы. Ради этого камня вот столько вот прошли. Чуть не погибли, зато получили шоколадку. А как сказал тот мужик, мои ступни мне этого никогда не простят. Я с мужиком солидарно, согласно. Туалет! Я не хочу просто в туалет. Чего так радостно? Люди! Через 400 метров нужно тоже найти. Опа! У нас ноги трусятся. Фуй! Иисусе мой! Как Иисусе? Тут не Иисусе. О, Пресвятой Будда! Вау! А я не знаю, что тут можно снимать. Это, наверное, прям действующий какой-то храм буддийский. А ну, а смотри. Ой, будто... Это не что, они подживучие. Это монахи, скорее всего. У буддийских храмов есть буддийские кондиционеры. ЛДЖИ. Ион Док Са. О, 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 о. Мама говорит, что никакие иностранцы, кроме нас, это точно не пошли. Я же еще не пошел. Мы одни там шли. Мы одни шли туда. То есть, обратно шли, шел один чувак, который сказал, что это a little heart, a little. И какие-то чувачки, которые дали нам шоколадку. И все. Посмотрели на нас внимательно и дали шоколадку. Они посмотрели, такие, держите шоколадку, хотя бы так. Но и тем не менее, каких-то болот нет. Здесь туалет чистый с унитазом, с двумя ручками, пакетами, какими-то, я не знаю, кому они, они так аккуратненько все, зачем это все, не знаю. Зелень такая прям зеленая, ни пыль, ни в пыли. Какие-то... Причем этот туалет, там бачок работает от насоса какого-то, а насоса кто-то воду подкачивает, чтобы, видите, вам вода была в этом кладе. О! Найс! Какая-то корейская деревня и просто домик на дереве. Мать и тято. Кафе, куда я очень хочу. Я уговорила маму на вафле. Человечек вообще не понимает ничего по-английски. Он даже не понимает свое собственное меню как будто бы, да? Смешно, что я даже на корейском прочитала позицию из меню, которую мы хотели. И он мне вроде даже понял, но потом я отглядываюсь и смотрю, что он стоит за баркой и такой, что происходит, что от меня хотят. Вкусное кафе. Собака. Собака. Рубака. Какая-то трубака. Да. Привет. Ты отзываешься на это? Вообще ни на что не отзываюсь. Пока. Ты специально не ухала. Да, кстати. Тут просто нигде окушек нет. И вот тут собачье окошко. Ой, знаете, да, похолодало. Поэтому я вот так вот очень удачно напялила куртку. Мы уже доехали домой. Устали, дико. Зашли в какую-то кафешку. Заказали пипин-пап. Мама себе заказала какие-то примешки. Сейчас будем кушать и заканчивать этот день. Надеюсь, вам понравились сегодняшние скалолазания. Потому что у нас впечатлений хватило на всю жизнь. Всем пока!